Здравствуйте! Первый день транспортной реформы в Новокузнецке работал министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан. Ну и завтра, надеюсь, также эти проблемы будут еще больше решены. Транспортная реформа все-таки состоится в том виде, в котором все мы ее ожидаем. То есть на то, что будут вести все моменты, по вашим прогнозам, сколько времени уйдет? Я думаю, не больше двух дней, это сегодня-завтра, и мы должны войти в нормальный ритмичный режим работы. Однако вот уже несколько дней ситуация не улучшается. На 7 утра автобусов Питерафта было в количестве 79 единиц, сейчас 131 автобус работает на линии нашего города. 131 из 220 заявленных – это чуть больше половины. Если в городе еще как-то можно уехать, то из отдаленных районов люди выехать не могли. Сегодня также Питерафта сорвали все рейсы по Абагуру, очень много людей осталось в Абагуре. Больше не требуется, хотя бы они по плану исследовали, это Редакова, это Тачилино, вот эти удаленные районы, Абагур, Абагур лесной. То есть очень долго они туда идут, пропускают утрешние графики, и вчера и сегодня утро было все сорвано. Неподготовленность питерских водителей, ломающиеся автобусы, отсутствие координации действий между службами, сказываются в первую очередь на пассажирах, которые по чьей-то вине должны все это безобразие терпеть. Чтобы как-то исправить ситуацию, на помощь питерцам придут наши местные специалисты. Слабое руководство Питерафта, нет механиков, нет персонала, которого ответственны, нет специалистов грамотных. Главой города был проведен оперативный штаб сегодня ночью на территории ПТП-4. Создана автоколонна, которая будет базироваться территориально на ПТП-1, где директор Еременко Герман Борисович, который будет руководить этой колонной и направлять автобусы на отдаленные маршруты нашего города. Редакова, Тачилино, чтобы это все было быстрее. Часто пассажиры не могут оплатить проезд, так как не работают валидаторы. Беспокоиться не стоит. Если аппарат не работает, ваш проезд автоматически становится бесплатным. Утешение, конечно, слабое. В субботу несколько десятков человек собрались у городской администрации на акцию протеста против транспортной реформы. Заранее к зданию мэрии прибыли автомобили УМВД по городу Новокузнецку, в том числе и автозате. В обещание, что все заработает как положено, люди не верят. Зато верят, что желание новокузнечан пересадить авторов реформы на общественный транспорт не сбудется. Даже под Новый год. Роспотребнадзор ввел новые правила тестирования на коронавирус для выхода из карантина на работу и учебу. Лицам, контактировавшим с больными коронавирусом, тест сдавать не нужно. А тем, кто переболел COVID-19, теперь вместо двух достаточно одного отрицательного теста для выхода на работу. Также сокращены сроки получения результата теста. Хотела бы отметить, что изменениями предусмотрена выдача результатов из лаборатории в течение 48 часов после поступления материала. Это жесткие требования, но их необходимо исполнить для того, чтобы снизить напряжение и с объемом исследований, и со своевременным информированием человека, который имеет заболевание, и медицинского персонала, который должен взять под медицинское наблюдение такого пациента. Еще одно новшество, которое будет внедрено в скором времени – автоматическое информирование о результатах теста. Хотела бы также доложить, что совместно с Министерством цифрового развития мы ведем работу по переводу в цифровой формат передачи результатов лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. И в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября мы уже осуществили цифровую интеграцию между лабораторией Роспотребнадзора и порталом Госуслуги. И завершение этой работы позволит передавать эту информацию очень быстро о результатах исследований через портал Госуслуг. С 23 ноября в Кузбассе при условии соблюдения противоэпидемических требований будут учиться все школьники с 1 по 11 класс. В колледжи, училища и техникумы очное обучение вводят частично. Дистанционное обучение, как минимум до 29 ноября, продолжится в профессиональных образовательных организациях Новокузнецка, Кемерово, Белово и Прокопьевска. Студенты техникумов и колледжей в других муниципалитетах вновь смогут посещать лекции. Также с 23 ноября смогут проводить занятия учреждения дополнительного образования. При этом в группах должно быть не более 10 человек. А вот работодатели Кузбасса до 29 ноября должны будут сохранить удаленный режим работы для не менее чем 30% сотрудников, а также всех граждан от 65 лет и старше. Предприятия общественного питания будут закрыты с 23.00 до 6.00. Физкультурные и спортивные мероприятия по-прежнему будут проходить без зрителей. При том, что с 23 ноября все школы приступают к учебе в очном формате, не все родители готовы отпустить детей в классы. Многие считают дистанционное образование безопаснее. Но не все так просто. Председатель комитета образования и науки администрации Новокузнецка Юлия Соловьева разъяснила порядок. Этот дистанционный формат, он их очень устраивал. На самом деле сейчас найти вот этот синтез одного и другого достаточно сложно. Потому что существует правило, если хотя бы один ребенок в классе хочет учиться дистанционно дома, то все родители класса должны дать на это согласие. Поэтому это некая такая организационная работа. И тем не менее разные варианты возможны. Поэтому родителям нужно посмотреть плюсы и минусы разных процессов, ну и выбрать тот путь, который больше всего их устраивает. Удачи вам и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова